Привет, это Мэш. Итак, поехали. Дворец в Геленджике, резиденция на мысе Идекапас, дворец Путина, детский лагерь круглогодичного действия. Как только не называлось это место, и вы, конечно же, тоже прекрасно понимаете, о чем сейчас пойдет речь. Роскошный дом из расследования Алексея Навального обсуждали со всех сторон. И нам, конечно же, тоже захотелось своими глазами увидеть это все. И аквадискотеку, и кальянную, и комнату грязи. Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть. Но сейчас обо всем по порядку. Поехали. Палас был построен для русского президента Владимира Путина. Алексей Навальный наносит ответный удар к Кремлю. 25 миллион views на YouTube. Это как раз и есть главный такой лохотрон. Гигантский палас. Он обошелся в 100 миллиардов рублей. Намного что удивило, но прорубал и туннель до пляжа. To access the beach. The strip club с шестом. Sino Theater Luxury Bathrooms. Ёржики для унитаза. Мигровая аквадискотека. Самую спальню президента называют это почивальными. Снять свою версию программы по домам нам помог проводник. Представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже 6 лет. Строитель несколько раз отказывался, но в итоге перезвонил, и мы на полной скорости рванули в солнечный геленджик. Уже на месте он четко озвучил свои условия. Снимаем объект снаружи, внутри без ограничений, но на все про все час. И это максимум, что он может сделать. Так что никаких прогулок по садам и вечерка на берегу. Да, нам тоже жаль. Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной Зимнего дворца. Даже странно, что такое местечко их лишено. Итак, самое главное. Что же находится внутри? Что я увидел своими глазами? Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься. Вокруг куча рабочих. Почти на каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили. В общем, занимались тем, чем мы должны заниматься. За час мне удалось посмотреть каждую комнату и каждый уголок здания. Если честно, было достаточно скучно. Но зато можно точно поставить галочку в списке достижений. Мне удалось увидеть тот самый дворец. Начали поход мы со знаменитой кальянной. Вместо теоретических дымных трубок тут более скромные элементы декора. Каски, робы, сменная обувь. По сути, здесь находится бытовка строителей, работающих на объекте. Хотя, может быть, кто-то и использует это пространство как место для перекура. Дальше по списку комната грязи. Помещение находится возле бассейна, который уже есть, но пока на начальном этапе строительства. Наш проводник поведал, что по проекту здесь будут душевые. Важно закрепить. Грязи тут не больше, чем в любом другом помещении. Ну и, конечно, любимая всеми аквадискотека, про которую уже и песни поют. Я нашел ее правее от парадного входа. Сами строители называют мемную локацию просто фонтаном. Мне же это напомнило скорее какой-то бассейн с местом для бара. А что насчет театра? Как там с репертуаром? В общем, тоже очередной бетон. Здесь есть помещение, где уже видны наметки будущей сцены. Правда, строители называют это место скорее концертной площадкой. Актовый зал Дома культуры на максималках. Итак, на самом деле везде бетонная комната за бетонной комнатой. Что в итоге увидел я? Фасад здания на 10 из 10, он полностью закончен, на стенах виден мрамор. А что внутри? Внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, иногда даже гардеробные. Плюс несколько просторных помещений, назначение которых мне совершенно неизвестно. Соединяет комнаты длинный коридор. По расчетам нашего проводника зафиналят проект не раньше, чем через 5-6 лет. При этом работают тут как-то не торопясь. В целом я их понимаю, с таким видом на море спешить особо не хочется. Вокруг же из того, что удалось разглядеть, территория с красивым садом. Правда, разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось, равно как и узнать имя владельца. Очевидно, что вся эта лепота стоит на берегу очень красивого места. А что будет, когда закончат? Похоже ли это на личное поместье или на роскошную гостиницу из топа букинга, или, может быть, на дом престарелых для олигархов? Бетонные стены, которые я увидел, ответы на этот вопрос не дали. В общем, сплошное разочарование. Я, конечно, прекрасно понимаю, что некоторые, посмотрев это видео, начнут жестко хейтить меня. Но хочу вас еще раз убедить, что мы показали в этом видео только то, что сами увидели и узнали. А вот все остальное уже решать вам. Ну и у меня последний вопрос. Я не понимаю, почему до сих пор официально не назван владелец всего этого добра. Короче, хозяева, будьте добры, отзовитесь. Можно даже просто в комментах.